Вокруг городов Алтая будут создаваться зеленые пояса, особо охраняемые лесные массивы, которые должны обеспечивать города и горожан чистым воздухом и местами отдыха. Первый такой пояс появится в Барнауле. Решение об этом уже приняли депутаты краевого парламента в конце прошлого года. Но решить и сделать две большие разницы. Как сохранить городские леса, как защитить экологию от вредного воздействия и гарантировать горожанам достойную и здоровую жизнь. Об этом мы поговорим сегодня. Это программа «Ваша партия» и я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях сегодня профессор Алтайского государственного аграрного университета, завкафедрой лесоводства Александр Маленко. Правильно я вас представил, Александр Анатольевич? Рад вас видеть. Начальник управления лесами Краевого министерства природных ресурсов и экологии Владимир Черных. Владимир Александрович, впервые у нас в студии. Рад вас видеть. Ну и наш частый гость, координатор группы общественного экологического мониторинга региональной организации Общероссийского народного фронта Алексей Грибков. Алексей, поздравляю вас с тем, что вы вошли в штаб по выборам президента. Но мы сегодня выборных тем касаться не будем, а тему я уже обозначил. Собственно говоря, это вот зеленый щит, зеленый пояс, по-разному называют. Давайте поговорим об этом. И, Алексей, наверное, вам первому вопрос. Вопрос, поскольку вы как бы инициировали рассмотрение вот этого вопроса в Краевом законодательном собрании. Может быть, коллеги поправят меня, насколько я знаю, по-моему, с вашей подачей. Расскажите, что предполагается и почему, и зачем принято это решение. И, насколько я знаю, оно не на пустом месте возникло, вот это постановление. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Артем. Да, во-первых, надо сказать о том, что инициатива в целом на федеральном уровне также принадлежит Общероссийскому народному фронту. И на итоговом форуме действий еще в 2016 году эта тема была поднята, поддержана президентом, поскольку проходила с участием Владимира Путина данное мероприятие. И уже в 2017 году этот закон начал действовать. То есть была инициатива, это было обличено в форму федерального закона, внесены поправки в закон об охране окружающей среды. С начала прошлого года они начали действовать. Почему, в общем, ни для кого не секрет, что проблема очень серьезная в масштабах страны в целом. Конечно, наиболее острана для мегаполисов, для Москвы, для Санкт-Петербурга, где город наползает, расширяется и поглощает зеленые зоны, леса, парки и так далее. Они вырубаются, часто застраиваются коттеджами всевозможными застройками. Просто элементарно, вопрос, дышать нечем горожанам, просто легкие городские не работают. И это очень беспокоит людей. Гигантская проблема, я знаю, во Владивостоке, то есть не только столичные города, но и в Барнауле она, в общем, тоже существует. Существует, прежде всего, в плане сохранения, развития этих территорий, экологически эффективных, с тем, чтобы обеспечить благоприятную окружающую среду для крупного города, очень большого города. Действительно, чтобы людям было чем дышать, было где отдыхать. Эти леса, конечно, главный фактор. Если речь идет о Барнауле, а пока, я так понимаю, постановление предполагает начать с Барнаула, хотя уже я слышал, есть уже заявки от Рубцовска, от Бийска, что они хотели бы тоже войти в эту программу, не программу, но, тем не менее, в эти планы. Но, тем не менее, с Барнаула. Тогда, Владимир Александрович, к вам вопрос. Я понимаю, что Барнаул – это муниципалитет, отдельно стоящий, но, тем не менее, как вы оцениваете состояние вот этих городских лесов, барнаульских лесов, в частности, и в чем главная проблема в их сохранении в целом для Алтайского края? Есть какие-то проблемы? Я немножко с другого начну. Давайте, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Действительно, Народный фронт выдвинул такую идею. Были общественные слушания проведены, были одобрены этой идеи. Ну, а исполнять эту идею нам, как органу государственного власти. Ну, как всегда, что уж тут делать? Общественность предлагает, а выполняет это. И я что хотел сказать, вы вот уже говорили, речь не идет о лесных массивах. Вот в чем отличие зеленых поясов? Поправляйте, поправляйте, я могу ошибаться. Вот зеленые зоны, мы говорим, это леса. Лесопарковые зоны, само слово, лесопарковые – это леса. А вот пояса, которые мы сегодня создаем, они включают в себя не только лесные массивы, но и прилегающие территории. Это естественные ландшафты, это водные объекты, то есть городские леса. То есть все объединяются под единым флагом все территории, которые составляют единый экологический каркас. То есть это такой комплекс, куда входят разные категории. И степи, и водоемы, и городские леса, в том числе и земли лесного фонда. 27 декабря было принято постановление Алтайского краевого законодательства в Иране. Управление лесами, Министерство природных ресурсов выступало только за эту идею, потому что она действительно соответствует охране природы. Наконец вы совпали с грибком и черных единодушными. Мы различаемся в мелочах, а в целом мы всегда единодушными. Владимир Александрович, Алексей Владимирович, просто радует. Хорошо. И сегодня идет уже работа по установлению непосредственно границ этих территорий. В течение 180 дней мы должны определить границы, да, и поставить их на государственный лесной реестр на учет. Хорошо. Вот с вашей точки зрения, Александр Анатольевич, с вашей точки зрения, что вообще выделение таких категорий, как зеленый пояс, зеленый щит, какая-то особая категория, там 27 тысяч гектаров, да, по-моему, предполагается? Сейчас вещь идет. 26, по-моему, около 27. 27, да. Вот как-то поможет решить проблему экологии городской среды и крупных городов, таких как Барнаул, к примеру, где, по-моему, около 700 тысяч населения. Безусловно. Значит, вот такое выделение будет способствовать улучшению экологической среды в окрестностях города Барнаула, улучшит состояние, должно улучшить состояние этих лесов и, естественно, улучшить отдых для населения, проживающего в городе, гостей города. Безусловно. С вашей точки зрения, вот такие вот зеленые пояса, они необходимы только в Барнауле, но все-таки 700 тысяч, тут действительно вопросов нет. А вот более мелкие города, у нас, кстати, вот Алексей говорил, что есть опыт даже в райцентрах, когда выделяют... Абсолютно правильно. У нас городов-то и Рубцовск достаточно крупный город, Бейск, да, беспромышленный город вообще, да. Где идет концентрация городского населения, примыкающих, может быть, сельских территорий. Там, безусловно, в зависимости от особенностей, от численности людей, безусловно, необходимо создавать такие природные объекты. И это будет работать как единый каркас, тем более такие, как сказать, открытые большие пространства в Алтайском крае, это все будет работать как единое целое. Понятно. Алексей Владимирович, снова к вам вопрос. А вот по задумкам инициаторов и вообще, как все это будет работать? Что будет представлять из себя вот этот, как вот зеленый пояс, да, зеленый щит, такие названия, какой-то особый режим лесопользования, может, особый режим посещения, так сказать, этих лесов, может быть, высокая ответственность за то, за нарушение, так сказать, вот этого порядка лесопользования с юридических лиц, с физических лиц и так далее. Пожалуйста. Спасибо, Артем, за такой вопрос. Действительно, назвать-то мало, просто дать какое-то новое громкое название. Главное, чтобы это реально работало. И опять немножко предыстории. В первоначальном виде те изменения, которые были внесены в закон, они даже несли угрозу тем лесам. И так бывает, к сожалению, когда где-то непродуманные нормы или несовершенные противоречия какие-то туда прокрались, и это было облегчено в форму закона. И на самом деле тоже Общероссийский народный фронт и Алтайское региональное отделение в том числе выходили с инициативами скорректировать эти вещи, чтобы снять эти коллизии юридические, снять эти противоречия, что и было сделано. Проблема стояла в том, что уже созданы у нас в частности, в разных регионах разные ситуации. Извини, Алексей, я перебью. Вот, может быть, Владимир Александрович меня поправит или дополнит. По-моему, в 2014 году, три или четыре года назад, уже краевые власти выступали с инициативой вот этих вот создания зеленых зон. Причем там не только Барнаул предполагался, Владимир Александрович. Там и Камень-Наби, и Заринск, и Новоалтайск, ну, вкупе с Барнаулом, да, и Бийск, и Рубцовск. То есть все более или менее такие крупные города, они все как бы... Кстати, какова судьба вот этого проекта? Просто работа и ремонта. Да, да, да. То есть вы продолжаете. Не одного дня. И это то, что касается лесов, именно то, что в 2014 году инициатива лесов. А вот о зеленых поясах, это как раз еще и добавляется территория не только лесного фонда. Ну, пожалуйста, извините, я перебил, Алексей. По поводу ответственности. Совершенно справедливое дополнение. То есть надо понимать, что что-то делалось и раньше. Делалось. Но вот в чем проблема с моей точки зрения. Берем документы, смотрим. Вокруг города Барнаула есть лесопарковая зона, уже создана, есть зеленая зона, есть городские леса, они тоже созданы. В документах это все зафиксировано. Но проблемы остаются. И вот сейчас следующий шаг создания лесопарковых зеленых поясов, с учетом того, что удалось скорректировать, нет противоречия хотя бы между этими категориями лесов разными. Они были, как я уже говорил. Например, в зеленых зонах запрещено любое капитальное строительство, за исключением возведения гидротехнических сооружений. Ну, там, где это необходимо. Если они, допустим, приедут... Ну, вообще, реально это требование соблюдать? Вот как? Ну, это законно. Как вы считаете? Конечно, и нужно. Резко ограничить вообще всякую хозяйственную деятельность. Это есть уже сейчас. А большой город? Ну, реально-то это же не соблюдается, я так понимаю. Или соблюдается? Нет, это соблюдается на земле Гослисфонда. Но мы как раз говорим через механизм создания лесопарковых зеленых поясов. Городом нужно жить и развиваться. Понятно, что нужна инфраструктура, дороги, лэп, линии электропередач, газопроводы. Создание лесопарковых зеленых поясов позволит компенсировать по необходимости выведенные участки. Если требуется провести линию электропередач к новому микрорайону через лесной массив, то выведенный участок, просека, должна быть скомпенсирована не просто по площади, но и по качеству этой территории. И этот механизм вот сейчас будет работать как с созданием лесопарковых зеленых. Владимир Александрович, ну, фронтовики, наверное, с вами консультировались, прежде чем внести вот это свое предложение в краевое законодательное собрание в декабре месяце. У нас была создана рабочая группа, которая... Вот вы мне объясните, Владимир Александрович, реализация вот этих всех хотелок, всех вот этих инициатив, предложений, оно же потребует каких-то средств или это средства не такие значительные, как может показаться на первом взгляде? Какие-то средства нужны? Скажем так, в чем преимущество тоже в решении этого вопроса, что он не требует больших капитальных каких-то вложений. Достаточно эти участки поставить на кадастровый учет, зарегистрировать их право собственности, а если они стоят уже на кадастровом учете, то и этого делают. Это чисто такая бюрократическая работа, установить границы, оформить, разработать режим пользования на этих участках, что не требует никаких... А какие ограничения? Вот, Алексей, вот опять к тебе. Я так понимаю, ты рвешься в бой? Ну, давайте ему дадим слово. Владимир Александрович подключится, и вы... Ну, поскольку инициатива действительно была у Народного фонда... Вот, условно говоря, вот там бизнес, у него в этой зоне есть какая-то промплощадка, может быть, или что-то еще примыкает. Не может быть, промплощадки не могут включаться в лесопарковый зеленый полис. Жители, за грибами могут они ходить? Конечно. Для жителей это и делается. Основные ограничения, которые должны действовать, они... Вот вы сказали, что потребует ли это денег, и Владимир Александрович правильно ответил, что больших средств не нужно. Именно потому, я почитываю, что уже были созданы и лесопарковые зоны, и зеленые зоны в 2014 году были существенно расширены. И сейчас на эти территории накладывается режим лесопарковых зеленых полисов. То есть, та работа, которую с 2014 года краевые власти осуществляли, и губернатор там не раз заявлял, то есть, вся эта работа даром не пропала. Она как бы... Да. Это ложится как раз вот в русле вот этой вот работы. Совершенно верно. Это продолжение, логическое продолжение развития. По режиму, Артем, основные запреты касаются застройки этих территорий, возможности строительства каких-то капитальных сооружений. Это жестко ограничено. Но, как я уже говорил, если есть жизненная необходимость создать нужный для города объект, линейный объект, я уже перечислял возможные варианты, то есть механизм компенсации. Вот что основное. Но, с моей точки зрения, и сейчас закон, который мы пытаемся реализовать в Алтайском крае, вокруг города Барнаула, несовершенен. Его нужно дорабатывать. И проблема известная, на самом деле, скрывать тут нечего, она прекрасно известна горожанам, это зачастую рубки лесных насаждений. Вот эту сферу, данный законопроект в этом виде... Не санкционированные рубки, да? Нет, санкционированные. Санкционированные? Санкционированные. Но проблема в том, что рубить можно по-разному. Можно ухаживать за лесом, можно санитарные рубки проводить, а можно заготавливать древесину. И это в том числе происходит, такая проблема в том числе и есть. Вот туда раздел, который всегда между общественниками и лесниками, по-моему, лежал, да? Всегда, как рубить и где рубить, да? Это большой серьезный вопрос. Да, вот Владимир Александрович, поясните. Есть определенные правила, которые мы должны соблюдать. И вот рубки, это не всегда есть плохо. Да, конечно, конечно. Нет, я просто слышу иногда от общественников, ну, таких, скажем так, Алексей, не тебя я имею в виду, а в интернете читаю где-нибудь, в соцсетях, нельзя вообще ничего рубить, не трогайте дерева. Вот как вот прокомментировать? Ну, это же, по-моему, крайности тоже, да? Я всегда привожу классический пример. То есть есть территория лесного фонда, где на гектар прирастает столько, такое-то количество леса, значит, столько, то его вырубается. В силу там естественных причин он еще пропадает. Вот если эта цифра будет сопоставима, как бы, тогда будет идти равновесие. Если же мы будем рубить больше, чем прирастает, то, естественно, наступит рано или поздно истощение. Что и было у нас в Демидовские времена, когда исчезла вот Локтевская лента, Корниловский барок, Чупинский барок. Ну, у нас и в прошлом веке, в советское время, рубили тоже изрядно. А если наоборот мы будем рубить меньше, а оставлять это все, то рано или поздно будет захламление, ухудшение санитарного состояния. То есть вот это равновесие будет нарушить. Как я говорю всегда, сколько воды в бассейн прибывает, столько должно и уходить, чтобы все это обновлялось. Вот этот режим, который так условно назовем «зеленый пояс» вокруг Барнаула, он предполагает такой очень взвешенный четкий баланс. К сожалению, я это не раз высказывал. Или что нет этого баланса. В части рубок леса, в части использования древесных ресурсов данный законопроект ничего не дает. К сожалению. Он не регулирует эти вопросы? Абсолютно. Я считаю, что в этом направлении как раз нужно законодательство дорабатывать. Александр Владимирович, вопрос к вам. Вы специалист, ученый, единственный среди нас. Здесь в основном практики. Слышь кандидат. А, извините тогда, коллега, значит. Александр Владимирович, с вашей точки зрения, как вот этот баланс, о котором и Владимир Александрович говорил, между рубкой и лесовосстановлением, да, я правильно понимаю? Лесовозобновлением. Лесовозобновлением, да. Вот как этот баланс можно соблюдать в условиях, я так бы сказал, жесткого техногенного и антропогенного воздействия, которое вот неизбежно в крупных городах, мегаполисах. Тут много людей живет, много предприятий, транспорт, техника и так далее. Ну, неизбежно, что, ну, сложно сравнивать, там, Троицкое, да, к примеру, где и людей меньше, и производства меньше, и Барнаул. Вот как этот баланс соблюдать в таких вот мегаполисах больших? Ну, как для всех лесов, категории лесов, так и для категории защитных должны разработаны быть правила региональные. Это кто должен разработать? Ну, тут уже лесоводы, и, значит, ученые, и производственники должны разработать правила. Такие правила, в принципе, можно этот вот разумный баланс его как-то соблюдать? Ну, конечно, конечно. То есть, это реально вообще? Вот тут очень наглядно это выглядит на горная часть. Ведь ее давно не рубили в целях того, что, значит, сбережения, там, значит, кластеры медицинские находились некоторые. А сейчас это выглядит очень даже плачевно. Возобновление естественного леса сосны нет, главной породы, раз. Значит, деревья уже перестойного возраста, и они часто отмирают. Поэтому... А уже кругом настроена инфраструктура, то есть повалка деревьев даже механически приведет к повреждениям. Это уже своего рода осложнение в техническом отношении. То есть, это доводить до такого возраста ни в коем случае лесные насаждения нельзя. Есть возраст, в котором насаждение максимально выполняет защитные функции, и потом она начинает постепенно или более резко снижать эти функции. Вот с увеличением возраста. Поэтому дождаться такого возраста не нужно. Этот возраст необходимо выявить такими правилами, и потом их соблюдать уже в реальной действительности. Владимир Александрович, ну, вы как бы и собираетесь таким образом, и в том числе и в лесах, которые войдут в так называемый зеленый пояс, вот таким образом и действовать. То есть, это не значит, что полная консервация, и лесники, специалисты, профессионалы туда заходить не будут, да? Нет, конечно. Там, где живет человек, ну, скажем так, вмешательство в любую экологическую систему человека, оно никогда к хорошему не приводило. Но тогда спрашивается, куда идти человека? С его наклонностями, потребностями. Ему надо жить, кушать, одеваться. И как это делать, если не пользоваться дарами природы? Еще со временом Адам и Евы, они когда вмешались, яблоко сорвали, они уже нарушили какой-то экологический баланс. С этого все наши беды начались. Не сорвали бы, все было бы хорошо. Все это должно быть сбалансировано. Все это должно быть обеспечено необходимыми правилами, нормативами, и должно быть соблюдаться. Вот, кстати, административная ответственность на территории, в которой будет входить зеленый поясович, штраф от 250 тысяч до 500 тысяч. Это для юридических? Для юридических. Для юридических. Да, для юридических. Это важно. А для физических, наверное, тоже, да, я так понимаю? Ну, 4-5 тысяч и 25-40 для должностных. Ну, все равно цифры довольно ощутимые. Ощутимые, да. А я для юридических лиц вообще 250. Сколько максимум? Четыре-пятьсот. Пятьсот. Ну, это как бы прилично. Я бы вы спросили как раз про правила, и как раз вот с коллегами ровно в этом составе. Да, вот вы назвали суммы, а есть правила, вот какие-то документы будут регламентирующие. Регулирующие не только пользование в лесопарковых зеленых поясах, гораздо шире для Алтайского края во всех ленточных барах. Мы собираемся обсуждать с Федеральным агентством лесного хозяйства, где будет проведен научно-технический совет, специально посвященный теме ленточных баров. Мы 25 января выйдем в эфир, как раз 25-го. Вы будете в Москве и будете обсуждать. В Рослесхозе, да, вот расскажите, какие проблемы будете обсуждать. Ну, вот ровно то, о чем мы сейчас все говорили, что нужен этот баланс, и я тут коллег только готов поддержать. Но, к сожалению, у нас есть проблемы, и коллеги это прекрасно знают, и есть ситуации, когда вот этот баланс нарушается, смещается в ту или иную сторону. А вы будете обсуждать судьбу там ленточных баров, да? Совершенно верно. Пожалуйста, да, Валерий Александрович, пожалуйста. И потом про ленточные бары мы как специалисты к вам. Дело в том, Артем, что мы сегодня работаем по общероссийским, скажем так, нормативам, общероссийским правилам. Мы вот едем в Москву на научно-технический совет донести идею, что ленточные бары – это не вся Россия, это уникальное создание природы, единственное в мире, и, естественно, подход к нему был должен быть. То есть, на Алтае единственное в мире, подтверждаете? Абсолютно. Александр Анатольевич подтверждает, уверен, значит. И они у нас были, эти нормативы, с 94-го года, наши ленточные бары относились к особо ценным лесным массивам, соответствующим режимам пользы. А потом съехали на общее основание, да? На общее основание защитные леса. То есть, мы вот хотим идею донести до Рослескоза, что нельзя относиться к ленточным барам, это хрупкая, довольно экологическая система, которая находится на границе своего ареала, поэтому, как Александр Анатольевич говорит, она здесь не живет, она здесь просто выживает. И если мы еще туда зайдем... А что это даст, Владимир Александрович? Вот вы приедете, вот скажете московским чиновникам, ребята, вы вот опомнитесь, вообще у нас уникальные такие вот вещи, у нас эти самые... Артем, мы с конкретными предложениями едем. А что даст-то? Вот, к примеру, слышишь, точно хорошая идея. А что вам нужно-то, ребята? Что вы попросите у них или чего хотите-то? Я могу коротко перечислить. Пожалуйста. Первое. Повышение возраста рубок для сосны в ленточных барах. Есть такое понятие в лесоводстве. Возраст рубки или возраст спелости. Более щадящий режим. Конечно. Повысить возраст, чтобы дольше сохранялись деревья, дольше выполняли свои защитные биологические функции. Понятно. Второе. Это разработка новых нормативов, особых, с учетом региональных особенностей для использования охраны, защиты, воспроизводства лесов. И те же конкретные параметры рубок, и технологии рубок, технологии возобновления, ухода за лесами и так далее. Все должно быть абсолютно специфичное, потому что нельзя ровнять ленточные бары и какую-нибудь среднюю тайгу. Понимаете? Это совершенно разные вещи. Третье. Это повышение нормативов противопожарного обустройства лесов. Рослисхоз бездумно для всей страны сократил действующие нормативы, то есть уравнял, опять же, какую-нибудь сырую влажную тайгу черневую и юг ленточных баров, где понимаете, где лес порох, где очень аккуратно нужно относиться к этим вещам. Три. Три. Четыре. Это нормативы сохранения. Слушай, у меня хватит пальцев на руках. Ну, много. Но я еще об одном скажу, исключительно важном, о котором всегда не устаю напоминать. Сохранение полезных функций и биологического разнообразия ленточных баров. Потому что нельзя мерить лес на кубометры и видеть только древесину. За деревьями нужно видеть лес, экосистему с растениями другими, травянистыми, кустарниками, с животными, вообще вот этими связями. Редкие и исчезающие виды растений и животных. О них тоже нужно думать. Вот, Владимир Александрович, сейчас мы к вам тоже, но я не могу. Вот, ну, Алексей, он, конечно, романтик. Он любит лес, влюблен, так сказать. Ну, вы человек прагматический. Ну, так же, как и я. Немножко, может, с элементами цинизма. Все это стоит денег. Вот вы скажете, вот все вот эти вот аргументы приведет Алексей Владимирович Александрович, там тоже будет участвовать в совещании в этом. Владимир Александрович. Он скажет, спросят вас, сколько стоит это все, вот эти ваши, ребята, ваша специфика, уникальность, это все измеряется в деньгах. Какие-то требуются деньги федеральные, мы можем на что-то рассчитывать. Ну, я думаю, для разработки каких-то вот... Те же пожарные, меры пожарной безопасности. Ну, ясно, требуют денег дополнительно. У нас сегодня, Артем, понимаешь, мы сегодня финансируемся в рамках субсидий. Ну, как финансируемся, мы знаем. Ну, тем не менее. Мы их и будем получать, и точно так, что только немножко тратить будем по-другому. А, вон в чем дело. Понятно. Ну, это такая, как бы, логика такая. Понимаете, важный момент, который часто упускают. Когда считают деньги, говорят, сколько придется потратить из бюджетов или собственных средств, но никогда не вспоминают про вторую чашу весов. А сколько мы понесем убытков, если эти леса погибнут? Колоссально. Это несопоставимые вещи. Вот принято постановление Крайовым законодательным собранием. Все-таки еще раз вернемся к алгоритму последующих ваших действий. Вот, Владимир Александрович, там сроки обозначены в полгода. В течение 180 дней, что предстоит сделать вам? Ну, вот общественники, как бы, выступили с инициативой. И руки не умывают, да? А часто бывает, что инициатива, а исполнять приходится, так сказать, органам госуправления. Тем не менее, так скажем, вместе с общественниками, что вы будете делать вот эти ближайшие 180 дней? Устанавливаем границы их и ставим на кадастровую регистрируем справа собственности. Все-таки вот взаимодействовать придется, ну, в данном случае с барнаульскими властями. Каким образом вы будете выстраивать вот эти вот взаимоотношения? Наверное, потребуется внесение изменений в какие-то их, может быть, правовые документы, нормативные акты. Ничего не потребуется, да? Нет. Мы же не договорим, границы это еще как бы полдела, мы еще должны установить режим пользования на данных территориях. И вот здесь вот все как раз увязать интересы всех. То есть это уже депутаты городской думы, наверное, какие-то там порядки, регламенты должны, нормативы там и так далее. То есть вот эти вот подзаконные акты, что называется, принимать, да? Алексей, расскажи. Ну, городские леса у нас, как и отдельная категория защитных лесов, поставленные на государственный кадастровый учет. Их площадь известна, это 4068 гектар. Включают они не только Нагорный бор, известный всем горожанам, но и леса на островах и в долине реки Аби. А на территории города, аллеи, парки? Нет, это не лес, это все-таки зеленые насаждения, они рукотворные, искусственные, понимаете? Это человек их высаживает. По ним тоже вопросов много. По ним много вопросов. Отдельная тема вообще, и она, да. Сюда, да, они никак не входят, потому что, ну, просто другое, совершенно правовое поле, и сам объект другой абсолютно. И по происхождению, и по функционированию. Поэтому сейчас речь идет именно только о лесах, настоящих лесах, которые окружают город, причем со всех сторон. Из севера тоже, и долина Аби, Владимир Александрович об этом говорил, что и сам водный объект, который очень большое значение имеет для благоприятной окружающей среды в городе, также будет входить сама река Обь, и ее долина, и пойма, и острова. И далее туда, еще дальше на север, уже Озерская лесничество. Но там, кстати, в пойме, по-моему, тоже сейчас достаточно активная и хозяйственная, и строительная деятельность. Ну, оснаем мы, конечно, вы видели, все ездят через Новый мост, видят там торговые центры, здесь торговые центры, тут какие-то комплексы. Значит, они тоже нужны, да, без них никуда, но нужно ограничить их распространение, иначе мы будем жить все в одном торговом комплексе. Что-то добавить хотели, да, к этому, или... Да нет, что правильно сказал. Кстати, Владимир Александрович, ну вот я знаю, что Сергей Николаевич Серов там говорил о том, что уже были обращения со стороны руководителей и общественности других городов. А вообще в перспективе можно вот этот опыт каким-то образом... Я понимаю, что сначала Барнаул хотя бы освоить, но тем не менее применить, так сказать, в других городах вообще. Я скажу так, что вот эти 27 тысяч гектаров – это первая ласточка, это мы только начали, и эта работа будет идти по другим дорогам, и в рамках Барнаула это не ограничится, конечно, нет. Понятно. Ну, что ж, наверное, будем завершать. Мне хотелось бы пожелать вообще, чтобы такая хорошая инициатива, вот, и закрепленная на законодательном уровне, получила как бы развитие, свое продолжение, практической работе. Ну, и чтобы удачно поучаствовали в этом важном совещании по ленточным барам, которое 25-го числа, в четверг, когда мы, собственно, в эфир и выйдем, состоится в Москве. Я думаю, кстати, может быть, встретимся и расскажете о результатах этого совещания. Я думаю, это вообще важное, да, совещание, если исключительно важно. Самое главное, что меня очень лично радует, что в основных, всех основных вопросах у нас единая позиция. И у науки, и у общественности природоохранной, и у органов власти региональных. Ну, просто замечательно. Вы, как, вот, как говорится, как птица-тройка, да, сейчас? Дай бог вам успехов. Вообще радует, что когда и общественники, и власть, и наука как-то работают рука об руку, плечом к плечу. И я думаю, только тогда результаты, возможно, положительные. В интересах всех жителей края, и горожан, и барнаульцев в том числе. Спасибо за это. Ну, представлю гостей сегодняшней программы. Напомню, мы сегодня говорили о так называемом зеленом поясе Барнаула, который будет создаваться в этом году. Да, возможно, уже к концу года даже какие-то результаты будут. Представлю гостей. Это профессор Алтайского государственного аграрного университета, заведующий кафедрой лесоводства Александр Маленко, начальник управления лесами Краевого министерства природных ресурсов и экологии Владимир Черных, и координатор группы общественного экологического мониторинга Алтайского регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Грибков. Спасибо, господа, что пришли, поучаствовали в нашей программе. Удачи, успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну, а всем телезрителям хотелось бы пожелать следующее. Любите природу, берегите ее и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго. Встретимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»